Группа ГАЗ может возобновить производство автомобилей под брендом Волга. Председатель совета директоров русских машин Зигфрид Вольф признался, что компании не хватает среднеразмерного автомобиля-транспортировщика, который был бы меньше Газели. По его мнению, Волга подошла бы идеально. Название будет старым, а начинка – новый. Среднеразмерный автомобиль будут выпускать в двух вариантах. Грузовая версия – два места, водитель и пассажир, плюс цельнометаллический кузов. Пассажирская версия – пять мест. Вольф особо отметил ценность бренда. По его словам, Волга ассоциируется с серьезным производством. Компания обещает, что новая Волга будет обладать всеми преимуществами старой. Конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность. Какой может быть платформа у такого кублучка, собственная или заимствованная, пока не ясно. Вопрос решается. Готовый бренд сэкономит газу, деньги и время. Разработка имени для автомобиля обходится примерно в 2 миллиона рублей и занимает около полутора лет. Отметим, производство классических легковых автомобилей Волга закончилось в 2008-м. Тогда было запущено производство легковых машин «Волга-Сибирь» на базе модели Крайслера. Однако в 2010-м проект закрыли. Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой, а тренд противоположным, вспоминают эксперты. Свободную мощность использовали для контрактного производства. Сейчас по этой схеме в Нижнем Новгороде выпускаются легковые Volkswagen и Skoda, а также легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz. Теперь, похоже, им придется потесниться.